Как только солнце так будет лить, я не знаю, куда идти, уже не знаю. Протекающая крыша и осыпающаяся штукатурка. В таких условиях пенсионерка, ветеран труда Нина Андреевна Горбаткова прожила больше 40 лет. Трехкомнатную квартиру в доме номер 9 на проспекте Ленина она получила в 1968 году от Владимирского мясокомбината. И с тех пор ведет ежедневную борьбу с протечками, осыпающейся штукатуркой и постоянной сыростью. У меня, вы знаете, что нигде живого места не было. Все, все текло и по стенкам все обои отвалились, окна все, как вам сказать, сгонили. Ну хотя бы умереть в чистой квартире. Я так устала с этой квартирой до ужаса. Даже не знаю, что делать. Долгие годы Нина Андреевна многократно жаловалась в различные организации, но сдвигов не было. И вот в 2016 году дом номер 9 на проспекте Ленина был внесен в региональную программу капитального ремонта. В 2018 году был выполнен ремонт крыши. По окончании компремонта сотрудники управляющей компании ЖРЭО номер 8 сделали в квартире Нина Андреевна косметический ремонт. Но все это не решило проблему до конца. В начале этого года в угловой комнате снова появились протечки. Специалисты ЖРЭО номер 8 провели обследование квартиры и обнаружили, что на крыше нарушена герметичность стыков кровельных листов. Управляющая компания направила в областной фонд капитального ремонта письмо о выявленном дефекте. По результатам обращения была создана комиссия, в которую вошли представители фонда капремонта, организации подрядчика, организации, осуществляющей строительный контроль, администрации города и управляющей компании. На днях проведено и обследование квартиры. Выяснилось, что причина протечек – ненадлежащее содержание дома управляющей компанией. Вся водостойчивая система, все водоприемные воронки, забитые снегом и наледью, что приводит к тому, что в квартирах возникают протечки. Точно так же в подкровельном пространстве мы обнаружили разрушенные вентиляционные брова, то есть это приводит к образованию конденсата и опять же к попаданию влаги в квартиры собственников. Замечаний к подрядчику по произведенному капитальному ремонту у комиссии нет. А вот управляющей компании предстоит выполнить ряд работ по восстановлению водосточной системы дома. Согласно предписанию фонда капитального ремонта, акту составленную фонду капитального ремонта, мы должны сделать изоляцию розлива окоплений на чердаке. И второе – восстановить сборные вентиляционные брова. В управляющей компании заверяют, что после завершения этих работ проблема протечек будет устранена. Инина Андреевна Горбаткова будет жить в сухой и чистой квартире. В фонде капитального ремонта говорят, проблемы протекающей крыши и забитых водостоков есть не только во Владимире, но и по всей области. Для ее устранения жители региона должны обращаться в управляющие компании по месту жительства. Ну а если протечка возникла после капитального ремонта, необходимо сообщить о ней фоткап ремонта по бесплатному телефону горячей линии 8 800 211 85. По обращению будет создана комиссия и проведено обследование, в ходе которого выяснится, кто виноват в протечке и кому придется устранять неполадки.